На этой неделе трейдеры наблюдают за снижением позиций европейских валют, пока нефть, газ и электроэнергия берут верхние рекорды. Давайте рассмотрим подробнее настроение европейских трейдеров на валютном рынке. Макроэкономический фон сегодня неоднозначный. Информация о состоянии локомотива европейской экономики, коим является промышленность Германии, довольно обнадеживающая. За январь объем промышленности увеличился на 2,7%, хотя прогнозировали подъем лишь на 0,5%. Тем не менее, инвесторы обращают внимание на отчетный период. Это данные за январь. В феврале и марте на фоне геополитических инфляционных рисков ситуация может кардинально измениться. Сказываются на настроения евротрейдеров и ожидания заседания Европейского Центрального Банка, что состоится в четверг. Очевидно, что в текущих условиях из-за ситуации в Восточной Европе ни о каких изменениях в монетарной политике и речи быть не может. Ставка, несмотря на рекордно высокую инфляцию, конечно же, останется на нуле, а прогнозы будут пересмотрены в худшую сторону. Тем не менее, мы видим, что снижение котировки евро-доллар приостановилось, ограничил движение вниз уровень 1,0820. Очевидно, начала сказываться перепроданность единой европейской валюты, и трейдеры постепенно переключают внимание на технические аспекты, а быки возвращаются в рынок. Диапазон торгов довольно широкий, между уровнями 1,0738 и 1,0982. Мы же рекомендуем пока воздержаться от поспешных решений и последовать за рискованными быками только после закрепления выше уровня 1,0986, нацеливаясь на отметки 1,1108 и 1,1230. А продавать пару снова можно уже после спуска под 1,0864 с тагетом на 1,0742 и 1,0620. Остановилось снижение и британской валюты на уровне 1,3100, но очевидно, что спрос на доллар США еще будет расти. Переток капитала в безопасные активы – это, конечно же, тренд последнего неспокойного времени. Макроэкономические данные по Великобритании смогут повлиять на настроение инвесторов не раньше пятницы, когда запланирована публикация по ВВП, а пока диапазон движения графика пары фунт-доллар между отметками 1,2980 и 1,3242. Аналитики после непродолжительной консолидации ждут возобновления движения вниз после закрепления ниже 1,3123 к отметке 1,3062 и далее к 1,2980. А покупать, согласно рекомендациями экспертов технического анализа, стоит не раньше прорыва выше 1,3245 к целям на 1,3367 и 1,3428. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео.